Прежде всего, я хочу вам представить нового заместителя, своего нового заместителя, Подганова Сергея Григорьевича. Вчера на сессии мы утвердили его членом исполнительного комитета и заместителем, в ведении которого вопросы архитектуры, строительства. С момента назначения его исполняющим обязанностей, я поручил ему провести инвентаризацию всех градусловий ограничений, которые выданы. И всех строительных объектов, особенно на тех резонансах, о которых мы сегодня с вами говорили. Этим он занимается. И в ближайшее время, когда он скажет, сколько времени нужно ему, мы получим такой анализ по градусловиям, ограничениям. И соответственно будем принимать те решения, которые мы должны принимать. Это очень яркий пример. Улица Каманина. Насколько это возможно. Уменьшение этажности, количество метров. Нас не слышали. Обратились в ГАСК областной. Областной ГАСК вышел и остановил стройку. И мы все обрадовались. Радость была недолгой. Застройщик обратился в суд. Из 14 пунктов требований, из 15, не помню, 15 или 14 пунктов требований, вообще ничего не приняло внимания. И запретил ГАСКу вообще мешать стройке. Ну если это простыми словами. В результате, пойдите, посмотрите, что мы там получили. Это я к чему говорю. Я вам говорю о том, если мы хотим конструктивного разговора и понимания. Какие есть рычаги вообще влияния. Если есть законы, мы обязаны выдать городословие. Согласно Генплана, согласно зонированной территории. Мы обязаны это сделать. И нам говорят, не выдавайте. Пойдут к нам обратятся. Мы откажем. Отказ будет письменным. На основании от письменного отказа. Застройщик идет в суд и говорит, на основании чего не отказать. И получает правильное решение абсолютно. О том, что мы обязаны это выдать. Мы выдадим. Получая разрешение на 4 этажа, строят 24 этажа. Дальше дополнениями, какими-то документами. Это скажут специалисты лучше, как это все происходит. Мы должны понимать, что любому, как я уже говорил, мэру, будущему, настоящему, последующему мэру. Нужны полномочия. Нужны возможности. И вот когда эти возможности есть, на основе ионами не пользуются. Это уже так, как-то можно говорить, что вы что-то недорабатываете, ребята. Законопроект, который есть, о котором я говорил. Но не хочу тоже вдаваться в подробности. Но если бы был конструктив в работе, а я пытался его наладить с новыми народными депутатами, и сесть вместе и проговорить, что нам нужно для города, какой законопроект, обсудить его. Он бы был гораздо эффективнее для города. Эффективнее. Но решили так, как решили. Просто запретить стройки. Киев нам запретит стройки. Но это неправильно. Это неуважение города. Дайте полномочия нам сегодня такие, чтобы мы могли влиять на фасады домов, на этажность. Прочее, прочее, прочее. Есть такое предложение. Давайте мы это разобьем на определенные блоки. У нас есть представители жилых домов, есть представители общественных организаций. Понятно, что это только такой пласт вопросов, я так понимаю, 2-3 подняли, а их там 5-6-7 у каждого есть. Давайте разобьем их на определенные блоки, сделаем определенный график. Не все вместе, потому что по каждому вопросу садимся, вызываем, кого нам надо, юридический департамент, вызываем наше управление архитектуры, ГАСКО. Если он в каком-то виде, сейчас по постанове, мы сейчас вычитываем, как мы будем дальше действовать и как мы будем жить с этим вопросом, контроля за застройкой. И все службы будем вызывать, и будем по конкретным проблемным вопросам, будем принимать какие-то совместные решения. Очередь какую-то там выстраивать не будем, все важные вопросы действительно. Будем пытаться компоновать какие-то блоки вопросов, связываться с вами. И выделим там 2-3 дня в неделю, в которой мы будем с вами встречаться и поднимать между собой эти вопросы, но переводить их уже в конкретику, в рабочий процесс. Не просто как бы, что вот да, там есть проблема. Ну, она есть. Она как есть и с нашей стороны, так и с вашей стороны. И правильно сказал Геннадий Ильич о том, что она существует и с нашей стороны в части какой. То есть мы бьемся-бьемся также в другие инстанции и получаем оттуда, извините, как бы закрытые двери, как и у вас. Потому эта проблема действительно существует. Ну, я надеюсь, что совместно, местными какими-то решениями мы это сделаем и примем. Которые не согласны с тем, что там возле них застраиваются в санатуре, это аквамурины и прочее. То есть учитывая то, что мы проводили очень много активной деятельности общественной, не политической, а чисто общественной. Среднего застатка людей мало и лучше, в том числе те же пенсионеры, которые вы любите. Вот я вот один из тех вопросов, которые я хотел бы вам задать и услышать век лично. Виталий. Золотой берег, 16-я станция, 13-я станция, 18-я станция, 18-я станция. Мы обрабатывали, как сложно живется на раздорожном планете. Что было там берегу, я попрятен. Дело в том, что очень тягожит людей музыка, которые играют в аркаде. Мы мне сказали, что вы тоже там. Значит, мы с вами претензия, в принципе, у меня в основном претензии. В претензии в Комске ничего не делали. Естественно, мы их опротивизируем в Киевлазе, потому что мы продолжаем, когда обновлены какие-то пределизующие. В КПРУС, мы там занимались, все официально, под вашим воздействием. В то время, что у нас идет такая процедура, и поэтому у нас просто вылезли на эту стройку, на оператив морской. Мы посмотрели, узнаем, что изучившие регистрационное дело 129, а это Еринница и еще кто-то. Вам говорят, что там уголовные дела. Те, которые хотели достроить нас бесплатно. Я услышу ваши и сейчас, а после завершения всех вопросов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.